всем привет сегодня у нас 30 сентября хочу показать сорт яблони лиза я в том году снимал было первое подношение сигналки в том году правда плоды были чуть крупнее в этом году непонятно по какой причине не чуть меньше но загрузка от урожая этого сорта говорит сама за себя то есть яблонька тут конечно неправильно сформировано чуть-чуть это не имеет значения в принципе по урожайности сам видела просто не очень а так вот такие товарные красивые плоды сорт как бы идет десертный вкусный хороший в том году вы пробовали моему отцу очень сильно он понравился он себе в сад еще посадил просто я уже перепробовал много сортов и уже выбираешь для себя такие самые самые вот яблоко лиза такой размер в этом году что-то не сильно крупный может быть то что его много увешанных на дереве не знаю такие поды окрасился красиво вот у самой земли он висят по нагинала сорт иммунный от парши мучнистая где-то видео вроде бы вроде мучнистая есть на нем чуть-чуть на листьях незначительно но есть то есть он устойчивый больше от парши такой вот сорта киев яблоки все сорт урожайный садоводами разговаривал то говорят что каждый год грузится то есть на некоторых сортах может не быть урожая в определенные годы на или в принципе каждый год каждый год у нас урожая нету не периодичности такой сорт уже падает соберем на хранение положим в подвал чего там году его попробуем и поражает его еще подкожная пятнистость чуть-чуть есть у него и плюсы минусы свои там у каждого сорта есть плюсы минусы идеальных сортов нет чтобы он был полностью люди какие-то все равно моменты лишь то вяжется плохо то периодичность то болезнями поражается то вкус не очень товарность очень вкус не очень ну короче идеальных сортов как бы нету если есть то их очень-очень мало так в принципе сорт хороший на любителя десертный сорт я сниму в подвале свожу какие плоды ну не крупные в этом году не крупный на грамм наверно по 150 основная масса сорта ли ящики как смотрится буду обрывать дерево залаживать его на хранение ахо показываю есть мушнистая на листьях кое-где это даже с обработками сад обрабатывается весь одинаково если не обрабатывать мушнистая будет его поражать нормально парши нет так сегодня 27 декабря сорт яблоко элиза в хранении в этом году что-то у меня не сильно крупный такие плоды средние и мелковатые в том году были намного крупнее но и было чуть чуть меньше хранится хорошо в том году я его не распробовал мне он не понравился по вкусу особо а в этом году блин действительно у него вкус хороший как заявляли десертный приятный сейчас попробуем мякоть от у него такая белокремовая попробуем на вкус сочная соки есть мякоть мелко зернистая кисло-сладкая даже не кисло-сладко сладко кислая не кислая просто слегка кислинкой неправильно выразился сока очень много мякоть такая зерном неплотная не твердая приятного очень аромата насыщенного аромата яблочного хороший очень хороший по вкусу в том году что-то его не распробовал не знаю отец говорит что очень вкусно яблоко чуть я не нравится не нравится все в этом году распробовал действительно действительно вкусная то есть есть смысл его сажать она тоже устойчиво к грибковым заболеваниям то есть не поражается особо там мучнистое чуть-чуть может где-то быть на листьях а так в принципе нормально такие вот плоды сейчас посмотрим окрашивается от красиво такие красавчики сейчас посмотрим какой вес вес не сильно крупно тома дубу намного крупнее 250 но это из самых крупных яблоков и сразу то есть вот средний вес 168 даже мелкий 196 яблоки на вид маленькие кажутся но тяжелые 200 грамм от манюки вообще 160 вот они такие не сильно крупные но очень вкусные 175 я не знаю что мне в том году не понравилось на вкус в этом класс за обе щеки и лежит хорошо новый год через пару дней они такие хорошие сочные сочность не потеряли то есть вкус не потеряли свой стали слаще вкуснее такой примерно вес в принципе средний средний вес такая красота яблоко лиза то есть я советую сажать всем сорт хороший старый проверенный и каждый год с урожаем то есть от садовода слышишь вам каждый год периодичности у этого сорта нету и вот еще хочу показать два сорта яблок gold rush вот gold rush хранится очень долго не имеет конкурентов желтоплодных яблок среди по хранению то есть он лежит до средины лета в подвале обычном очень классный а это голоденделяшес то есть я тоже до нового года лежит отлично то есть сочный все сейчас попал покажу то есть подвале у меня влажность 95 процентов не морщится ничего сейчас покажу кусочный видно что он не мягкий сока в яблоке куча на новый год вот она не мягкая не ватная класс это обычный голды чтоб он так хранился нужна температура в подвале что было от плюс 5 до 0 градусов и влажность воздуха минимум 95 то есть если будет 80 85 он начнет вянуть 95 процента влажность должна быть это голдынделяшес то есть лежит он еще будет лежать это сейчас вот 27 декабря то а вот раш он вообще как каминет ему еще долго 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 то есть его мы начинаем потреблять там среди на мая сначала мая и до середины лета кушаем в целом вот такой вот небольшой обзор кому понравилось видео не забываем ставить палец вверх подписываемся на канал всем приятного просмотра всем пока